Доброе утро, друзья! Сегодня мы ночевали вот в этом замечательном доме, в таком месте, поселок Хухун. И сейчас поедем на водопады. Очень замечательное место. И вот, друзья, мы едем сейчас на водопады. Пробираемся через такую узкую дорогу от бананового дерева. Вот сейчас будем заезжать на этот мост металлический. Бывало, что он не работал, поэтому людям приходилось оставлять машины на той стороне. А это единственная дорога здесь. Леша, полез. Закова убирать. Через мост едем. Тебе страшно, Егор? Нет? Молодец. Водвисной мост для авто-транспорт. Парад! Апарт! Агу. Ага. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поднимаемся в горы, вот по такой дороге начались первые водопадики маленькие, но к водопадам у нас дорога идет через город, как ли она называется? Акармара... Поселок... Он как бы считается заброшенным, но посмотрим, может быть так же, как и Хурчал, якобы заброшенным, но на самом деле здесь ситуация такая, что народу очень много, работают магазины, вот сегодня кафе работают, сегодня попробуем заскочить еще на обратном пути туда и поснимать еще побольше. Вот, и Акармару, ну сейчас прямо едем на водопады, водопады у нас Святой, Ирина и Великан. Ну вот мы и заехали в поселок Акармара. Вот, едем по мосту, линейцы справа и слева забытые дома, лужи, конечно, у них такие тут большие, но работают шаурмишные, видимо для туристов. Дороги здесь, конечно, никакие, раньше скорее всего были асфальтированные, посмотрите в каком состоянии дома. Такое ощущение, что и жители вот-вот выехали, потому что нет стекол, но есть те же самые шторы висят, тюль висит. И цены на джипинг падают, горчали, цены были пять тысяч рублей, здесь уже написано, что три с половиной тысячи рублей. Для этого здания вот такая развилка направо-налево, нам надо налево. Подъехали к небольшому водопадику. И едем дальше, вот стоит будка, скорее всего тут берут денежку, но у нас есть вероятность, что сейчас время 7 часов утра и здесь никого нету. А внизу там пекает такая речка горная. Сейчас посмотрим, есть ли кто тут из охраны и проедем ли мы бесплатно или нет. Но есть большая вероятность, что тут никого нету и вправду здесь никого нету и мы поехали бесплатно вот по такому. Вот тут стоит тарзанка, на которой Лена попрыгала бы с удовольствием. Дорога у нас хорошая, широкая, правда с обрывом с правой стороны, но нормальное покрытие, но еще посмотрим как дальше будет. В общем на водопады есть два пути, вот сейчас мы доехали до развилки, поставили машину и пойдем сейчас по одному пути 1,8 км, а обратно пойдем через другой путь и выйдем с обратной стороны, там сзади машины. А че так можно было что ли? А так вот тут развилка есть. Сейчас покажем дорогу, на которую явно мы не поднялись бы сейчас в такую мокрую погоду. Вот эта дорога, на которую мы не рискнули подниматься. Тут камни и это все скользкое. Подъем крутой и даже местные нам посоветовали именно вот здесь машину поставить. и подниматься пешком. Ну и сейчас посмотрим как дальше будет дорога. Поднялись в горы и здесь уже такие вот облака. Не скажешь конечно, что туман, скорее всего это облака. Вот и уже слышен звук воды. Но водопад это или какая-то речка, пока не знаем, надо дойти до туда. Егор пока идет ногами сам. Что не может не радовать. Хотя это наверное не водопад судя по карте. Лена сколько нам говорит? 1,6 километра подниматься. А, 1,2 километра. Идем дальше. А вот и звук откуда шел. Небольшая такая речка. Подъемы конечно тут крутые и на машине. Я думаю насиловать ее не стоило бы. Потому что дальше еще круче. Виды конечно здесь шикарные. Стоит туманище такой. Не знаю камера передаст, не передаст. Осталось нам ориентировочно 700 метров идти. Между тем у нас кто-то психует. Водопад слышен. Подъем конечно точно. Вот прям стопудово нам не заехать было бы на машине. И вот это у нас картина. Называется как в сказке. Битый. Не битого везет. Удобно тебе Егор? И мне удобно. Уже слышен водопад. Здесь. Нам еще прилично. Он находится вон там. А тут из трубы гейзер бьет. Но это не водопад. Нет это не водопад. Это какой-то гейзер. Вода бежит. Из трубы. Ой. Подмочила нас. Но не репутацию нашу. Виды конечно тут чумовые. И дошли до развилки. Водопад Ирина слева у нас. И вниз спускаться. Водопад Великан. Мы сейчас сходим до Ирины. Далим? Пошли. До Ирины дойдем. До Ирины дойдем. Налево дружок. Налево дружок. Налево. Встретилась нам. И тут все в воде. Залито. И такие вот спуски. Скользкие. О. Шевчук был здесь. Наверное певец который. Из Саратова. Нет. Из Саратова там другой кто-то был. Спускаемся вниз. Теперь. И уже прям очень отчетливо слышно. Звуки воды. 200 метров нам остается. Такие бамбуковые ограждения здесь есть еще. Обрыв. Делаем. Висока. Викторская. Висока. Висока. Иискция. Она делась костю 미� Тогмей смотриaud. такой крутой спуск И вот он, друзья, водопад Ирина Субтитры сделал DimaTorzok А теперь мы идем на водопад Великан А между тем выглянуло солнце И мы успели до жары подняться в гору Пришли обратно к этому своротку И сейчас будем спускаться аккуратно Аккуратно будем спускаться, чтобы не упасть Сейчас очень скользко Особенно с человеком, сидящим на шее Пробираемся сквозь вот такие джунгли с обрывами Но дорога нормальная Пешеходная, только скользкая Как я уже говорил ранее Из-за сегодняшнего дождя Субтитры сделал DimaTorzok Все, кому покажется, что здесь сложная дорога, обязательно смотрите наше видео. Вот этот человек проходит эту дорогу с полной аппаратурой и с ребенком на шее. Приближаемся к самому большому водопаду в Абхазии. И водопад уходит вниз. Сейчас мы подойдем поближе и пройдем за водопадом. Но для этого надо спуститься вот здесь. Мы спустились, сейчас ждем, когда Лена спустится и покажет, какой крутой тут спуск. Фуфолькл Да, спасибо. Фуфолькл Ищи Фуфолькл Фуфолькл Высота водопада 120 метров. 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 Дорога здесь просто лайт вариант. И мы рекомендуем, если кто приедет на машине, машину ставить вот как раз на развилке, где мы поставили. Потому что если ехать к водопаду святой и там машину ставить, это получается пешком еще крюк давать. То есть у нас самый оптимальный... Лишние 600 метров. То есть у нас самый такой оптимальный вариант. Водопад Ирина, но как туда подняться непонятно, потому что тут стоит кафе вот у нас и весь вид закрывает его. Сейчас спросим, может там где-то есть проход к нему. Проход к водопаду через кафе, как оказалось. Вот водопад святой. Вернулись к машине от водопада святой. И решили, у нас такое мнение образовалось о том, что вся вот эта коммерция, которая возле водопада, не к его лицу. Сам водопад, конечно, и несомненно красивый. Но вот этот проход через кафе, вот это все вот не очень его славит. Сейчас мы пообедаем и поедем в город. Сначала в поселок Акармара, а потом в город Курачел. Вот, такие у нас сейчас планы. Кто-то у нас кушает, а кто-то еще готовит для себя покушать. А между тем, у нас сейчас начался дождь, и вот мы стоим под таким большим деревом, и у нас все замечательно. Не особо капает сильно. Так бы сидели в машине сейчас. Красота. Возвращаемся обратно через туннель. Хотели сейчас заехать в этот на мост висячий, но идет дождь очень сильный. И не будем заезжать, наверное, скорее всего. Вот и платная дорога. Проезд, который сегодня мы схалтурили и не заплатили. Красота, конечно, тут неописуемая. И очень отличается от той Абхазии, где море, где мы отдыхали. Вот тут была развилка, когда мы сюда ехали. Как раз вот водопад Золотомолосец вот там. И мы сейчас поехали на подвесной мост. Помимо подвесного моста, там находятся еще три водопада. Решили туда не ездить, потому что там стоит шлагбаум. И опять берут деньги 300 рублей с человека. Поэтому мы лучше посетим Акармарус. Ну, собственно, вот она уже и началась у нас. Вход как будто в какой-то парк. Ворота. Но все заросло. Решили сходить вот к такому зданию. Лена сказала, что такие интересные лесенки, поросшие мхом. Поехали. 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 Это мы решили спуститься вниз в поселке Сюда туристов не завозят Уже все поросли Деревья уже растут на них Напоминает, откуда гостиница Вид с моста И другая сторона Обратом пути с моста Возле такого здания Скорее всего это была больница По архитектуре видно, что это был очень богатый поселок раньше Шахтеры, они все хорошо зарабатывали Здесь стремились жить Потом все прошло запустение И при самом езде После моста Мы еще сюда поднялись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Десется теленок потолки все провалились решили заехать на радоновые источники не знаем проедем не проедем туда но попробуем может конечно это ерунда но не знаем все посмотрим сами сколько ли оно осталось нам 400 метров а вот мост мы только что были радоновый источник а тут шлагбаум стоит вход 200 рублей попросились мы на небольшую экскурсию на вот этот радоновый источник стоимость 200 рублей и решили туда сходить несколько лет назад Лена была в подобном месте и думает что как раз вот эти радоновые ванны это именно то просто за это время все отстроилось вот такое здание здесь построили раньше здесь этого не было так и ванны здесь находятся три штуки вода тепленькая ну что ждем когда будет Лена раздеваться и чувствую мы дождемся заехали в город Куарчал заехали в город Куарчал и сейчас мы поднимемся в здание администрации курины развею миф еще раз о том что город хуарачал это город призрак ничего подобного люди здесь живут понятное дело что несколько лет назад было меньше всего но вот здание сел ремонтируется вот окна вставляются поэтому все работает магазины работают дети в школу ходят учиться вот то что город призрак это всего лишь такая туристическая уловка чтобы сюда ехали туристы много конечно разрушенных домов с выпавшими окнами зданий вот впереди нас где трубы это электростанция раньше она работала от угля понятно что сейчас там все разрушено но город живет и нам еще не понятен такой момент почему в администрации не везде есть окна почему просто не облагородить и не сделать вот к вот сейчас зайдем в такой вот здание где по центру растет пальма тут наверное какое-то кафе было вполне возможно с видом на город вот прям по центру растет пальма вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 30 рублей стоила булка хлеба Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok